Экотуризм. Какие проблемы есть? Над чем еще нужно работать? Сегодня поговорим об этом. Это главные новости в студии. Аделья Коломеец. Здравствуйте. Добрый день. Нам 511-99-66 и 8800-532-55. Также мы традиционно организовали опрос в нашей группе ВКонтакте. Называется «Ана Татарстан-24». Сегодня мы хотим узнать, какой отдых вы предпочитаете. Дача, море, походы, путешествия. Нам интересно знать ваше мнение. Голосуйте в конце программы, мы обсудим. Рустам Минханов встретился с предпринимателями, которые развивают в Татарстане сферу природного и экологического туризма. Беседа состояла в Зеленодольском районе. Стороны говорили о глэмпинге. Если кто не знает, это слово расшифровывается как «гламурный кемпинг». Он рассчитан на людей, которые хотят побывать на природе, при этом не расставаясь с городским комфортом. В нашей стране глэмпинг развивается около шести лет. Это быстрорастущий рынок. Бизнесмены также отмечали сложности бюрократического характера, с которыми приходится сталкиваться при получении земельного участка в целях лекаряции. Давайте послушаем. Мы должны четко определить, где это полетит, где нет. Потому что человек, который в этом не разбирается, он там построит и обанкротится. То есть нужны места, которые гарантированно обеспечили это. Оксан, вопрос такой. В Татарстане есть примеры такого вида отдыха. Насколько они вообще у нас востребованы? Дали ли они определенный толчок развитию экотуризма в Татарстане? Да, добрый день еще раз. Спасибо за вопрос. А действительно, такие объекты уже создаются у нас в республике. И прошлый год, наверное, стал таким драйвером к тому, чтобы это произошло. Потому что пандемия, люди захотели бывать на природных территориях больше, чаще. И эта проблема, и эта востребованность вылезла прям вот у нас ярко. Такие объекты у нас создаются. Есть и Камский трофей в Камском устье, и в Зеленодольском районе уже построили предприниматели объект. Он пока был шатровым. Сейчас они уже достроили уже более капитальные объекты в формате Афрейма. И круглогодично будут принимать туристов. То есть эти объекты нужны, важны для того, чтобы наши жители республики могли отдыхать на природных территориях. Другой вопрос, что нам нужны разные концепции, разного направления, разного уровня, в разных районах. Где мы вот в данном случае, как дирекции, должны помочь направить предпринимателя на ту концепцию, которую он выберет. Она будет максимально экономически эффективна и не будет повторяться, если мы понимаем, что эти территории находятся близко друг к другу. И один предприниматель уже создал, например, рыбную базу, и нет смысла создавать ее еще раз. Но вот вы считаете, что, например, определенные сельские местности эти глэмпинги могут оживить, да? Безусловно. Потому что, когда приходит проект экотуризма, он так или иначе задействует местное население, которое проживает в районе. Он использует те продукты и те услуги, которые производят население в этом районе. Ну, например, есть активное население, которое готово проводить экскурсии по своим территориям и показывать лучшие объекты, лучшие достопримечательности гостям этого экопроекта. Или есть фермеры, которые производят вкусную еду, и они могут стать поставщиками для того предпринимателя, который оказывает услуги и сервис. Я недавно слышала, что очень многие люди, а сам, может быть, вы подтвердите, вот до конца февраля бронировали, раннее бронирование, туры на море, значит, да? Это очень актуально. То есть люди хотят на море. И я предварительно смотрела наш опрос ВКонтакте. Там тоже очень много людей говорят о том, что они выбирают в качестве путешествий море, да? Это говорит о том, что, наверное, есть еще над чем работать в плане внутреннего туризма и экотуризма, потому что люди предпочитают за границу. Почему он вот пока не так развит в Татарстане? Вот как вы считаете? Давайте, Оксан, вы или вы? Ну, я не знаю, я могу сказать, в феврале, конечно, хотелось бы на море, все-таки у нас еще снег. Вот, и поэтому соревноваться, скажем так, с турецким берегом, где сейчас уже плюс 8, плюс 12, плюс 15, и уже можно купаться, конечно, тяжело. Вот, понятно, что можно сделать теплый бассейн, и вокруг снега, значит, там каким-то образом купаться, но точно вот сейчас уже себя ощущаешь в Казани в тепле, потому что, когда тебе звонят друзья, говорят, как погода, ты говоришь, тепло, у вас же минус 11, после минус 40 ты уже как будто чувствуешь, что жарко. Что касается глэмпингов и вообще развития дач, я сам, как говорится, живу на даче в Бурматюшной, и когда случился локдаун, как раз мы увидели, что запрос на вот этот отдых в пригородах, он как бы обусловлен тем, что раньше в советское время было очень много дач, и Оксана про это тоже поднимала вопрос, что были базы отдыха, они многие заброшены, у многих есть владельцы, и кто-то их как бы не реставрирует, не делает ничего с ними, то есть ждут, наверное, чтобы каким-то образом оформить и сдать, продать землю под жилое строительство. Да, а почему, что мешает? Ну, казалось бы, вот вы правильно говорите, да, смотрите, у нас пандемия, там, например, в отличие, по-моему, в Италии запрещено до сих пор по-прежнему из-за пандемии перемещение между городами, у нас абсолютно ничего. У нас не запрещено, пожалуйста, хочешь по всему Татарстану колеси, да, как бы вот как раз-таки отдыхать? Я думаю, что сейчас вопрос дирекции, это поставить, ну, скажем так, на такое правильное русло, на рельсы, условно, поставить, потому что я общался с нашим главой туризма, и есть вопрос законодательства, да, то есть есть разные уровни законодательства, есть муниципалитет, есть федеральное законодательство, и есть, там, региональное законодательство, да, условно. И, например, если у тебя там часть земли, например, находится в муниципалитете, а часть земли уже это, федеральная земля, это лес. И вот вопрос, как это решать, для бизнеса это тяжело. Поэтому если дирекция решит эти вопросы, когда ты условно можешь получить какой-то кусок, не знаю, земли, базы, там еще что-то, и там уже будет понятный вопрос с документами, потому что если делать глэмпинг, соответственно, там должны быть отхожие места. Вопрос с отхожими местами тоже открыт. Это экологическое законодательство, и вот как с этим быть, тоже очень большой вопрос, потому что ты не можешь просто там выкопать яму, поставить туалет, тебе придут и сразу за это заштрафуют. То есть это очень много вопросов, которые возникают. Ну вот, Оксана, насколько я знаю, вы, по-моему, на встрече с президентом предложили как раз-таки идею, да, с заброшенными землями, чтобы провести инвентаризацию, составить список и как бы вот, может быть, реализовать на этих территориях, реанимировать, скажем так, базы отдыха. Вот расскажите об этом. Да, мы, собственно, и понимаем, что нашим главным вопросом, который нам предстоит решить, если мы его не решим, вряд ли мы что-то сдвинем с места, это вопрос с земельными участками. И как идея это восстановление и возврат к жизни масс отдыха, которые на сегодняшний день либо никому не принадлежат, либо они заброшены, не действуют. То есть мы в этом направлении пойдем для того, чтобы сформировать вообще каталог этих наших возможностей в республике, оценить, где действительно это будет востребовано, где эта модель может получиться, в каких районах это нужно делать, где не нужно делать, оценивать туристские потоки, оценивать техническую возможность этих земельных участков и баз отдыха для того, чтобы передавать их централизованным предпринимателям для ведения этой деятельности. Это первая задача, которую нам просто необходимо выполнить, сделать и после этого станет нам понятно, потому что вы задали вопрос, а в каких это поселениях вообще пойдет экологический туризм, кому это будет нужно. Это вот как раз покажет оценка и мастер планирования, который мы закончим по итогу сбора реестра этих участков. Я правильно понимаю, что речь идет не только о глэмпингах, вообще, а в принципе развитии внутреннего туризма, да, базы отдыха какие-то? О всех возможных формациях экологического отдыха, я бы так сказала. Мы в данном случае подразумеваем работу, во-первых, открытие доступных средств размещения, а это значит, что это может быть формат глэмпинга, это может быть просто кемпинг, когда у тебя есть деревянный настил, и турист приезжает со своей палаткой, такой, скажем, самоорганизованный туризм, он сам эту палатку собирает, сам готовит себе кушать на костре и так далее. В данном случае это просто возможность организации этой площадки. Питчи, мусорные баки и костровые зоны так, чтобы люди не жгли костры там, где это не положено. Второй формат – это уже более-менее комфортный отдых, это глэмпинги, это всевозможные виды модульных строений, афреймы, это также и нестандартные средства размещения, потому что мы должны формировать уникальный продукт республики Татарстан, потому что мы с вами это поднимали. Мы не Карелия, мы не Алтай, мы не можем конкурировать с такими серьезными природными территориями и заповедниками. В данном случае мы должны конкурировать, создавая уникальные продукты и оказывая уникальный сервис. Ну, например, это могут быть дома на воде, это могут быть дома на сложных рельефах, дома на деревьях и так далее. Для этого мы сейчас организуем большую работу с экологическим сообществом для того, чтобы утвердить правила природоохранные, экологические, которые мы будем предпринимать. И так далее. То есть форматей может быть очень много. Плюс мы еще не исключаем формат экологического просвещения, где мы на территории, где ничего не нужно строить, а природой просто нужно наслаждаться, тоже будем вести работы в части благоустройства, родников, маршрутов для людей, которые просто приезжают на один день помыть семьей на природе, восстановить свои силы и прочее. У нас достаточно много локаций, да, и нужно опять же поднять вопрос, потому что у нас три реки, и там президент тоже об этом говорил, да, и вот вопрос развития речного туризма тоже встает. И как бы есть такая штука, как вот, когда ты едешь на дороге, но у тебя есть заправки, да, их много, а на реке заправок нет. Соответственно, туризм между регионами, он ограничен тем, что ты условно едешь на лодке, скажем так, в одном направлении ровно столько, сколько у тебя есть бак доехать обратно. Вот в этом проблема тоже есть, и ее нужно решать. То есть если будут заправки, я думаю, что и там будут места, где яхты смогут, скажем так, ночевать, то там автоматически появятся, там в этих деревнях, там и музей там создадут, и кафешки открывают. То есть когда люди смогут приезжать, прибывать, то есть ты сделаешь транспортную доступность, то бизнес сам даже в каких-то местах подстроится. Еще есть малая авиация. То есть у нас есть вопрос речного передвижения для маломерных судов и малая авиация. То есть этот вопрос надо решать уже глобально, давно, уже об этом все твердят, но пока, как говорится, ВОЗ и не там. Условно говоря, чтобы из Казани доехать до Бавлов, не за 4 часа. Ну вот если посмотреть там Самара, например, более раз по маломерным судам, Питер очень раз по маломерным судам, там есть заправки, и, соответственно, сразу бизнес создает всякие локации. У нас локации не создаются, потому что, ну, условно, ты не доберешься туда. Ну, на машине туда ехать далеко, например. То есть, условно, мне из Бурматюшина там до, не знаю, до Камского устья, на моторной лодке минут 30, наверное, там, если не 20. А если на машине, я должен там объехать, я не знаю, там, чуть полу республики и доехать через 3,5 часа. То есть, соответственно, это будет продвигать бизнес в том числе. То есть, если я могу куда-то причалить и там заправиться, то за этой локацией автоматически бизнес сам все настроит. Вы вот говорили, оба, кстати, говорили о доступности, да, вот этого вот отдыха. Вот я хотела спросить, да, мы с коллегами тоже обсуждали. Например, у нас есть различные отели в разных городах. Возьмем даже Болгар, например, да. Но не совсем доступен вот этот вот внутренний туризм, потому что, когда ты хочешь съездить, например, даже познакомиться с Болгаром, это стоит позволить сразу отвечу, что дорогие отели. Это все создавалось до ковида. Да, и до ковида, соответственно, создавалось как территория, там, как бы, знаковые, значимые места, да. То есть, это, как бы, закладывалось задолго до ковида, соответственно, да. Поэтому там была совершенно другая ситуация. Не было запроса на внутренний туризм в том масштабе, в котором появился сейчас. То есть, сейчас открываешь Инстаграм, у тебя все друзья где-нибудь по России. Мне кажется, что когда люди создают инфраструктуру, это, в принципе, подразумевает под собой развитие внутреннего туризма. Несмотря на пандемию, не пандемию. Это немножко другой уровень туризма. То есть, это такое, скажем, лакшери-тревел внутри. И запрос был на это. Как только случился ковид, соответственно, появился запрос на совершенно другой, к чему бизнес не был готов, к чему не был готов никто. Потому что, опять же, я помню, как все искали дачи Бурматюшина, и дачи сдавались бешеные деньги, люди брали, потому что всем хотелось на локдаун куда-то переместиться. И многие начали думать о том, чтобы появилась своя дача. Как раньше у всех же была дача, всем выдавали в Советском Союзе дачи. Поэтому сейчас этот запрос появился. И вот вы видите, что у нас Оксана, и у нас есть дирекция. И, значит, республика четко отреагировала на это. И, скажем так, возглавила это движение. Поэтому я очень рад, что теперь у нас, может быть, появятся заправки на реках. Малая авиация начнет летать по республике. Да, и появится много кемпингов и глэмпингов. Да, и доступный отдых для людей. Оксана? Можно про водные объекты? Мы же понимаем с вами, что развитие природных территорий, уж тем более объектов отдыха на них, безусловно связано с туристко-рекреационным потенциалом самой территории. А лучшие земли, это, как правило, земли с красивым лесом, с красивой водой, желательно небольшой, да, озера, речки и так далее. То есть это в любом случае важный и стратегический для нас вопрос. Азамат правильно поднимает совершенно вопрос в отношении доступности водных объектов. И что у нас не хватает на сегодняшний день заправок для котиров. Просто для информации, сейчас в Камско-Устинском районе у нас есть инвестор федеральный, который планирует открывать яхт-клуб на территории Камско-Устинского района. Сейчас мы ведем с ними переговоры и с нашими некоторыми структурами в Татарстане, для того, чтобы определить и этот участок, и предприниматели могли инвестировать. В том числе там планируется и заправка, я думаю, что мы снимем какую-то часть вопросов. Кстати говоря, давайте похлопаем просто в руки Камско-Устинскому району, потому что они реально впереди планеты усердия. Надо другим районам тоже подтягиваться, потому что Лаишево когда-то собирали строить большой центр международного парусного спорта, прям Лаишево самому, да, и где этот проект, он, скорее всего, где-то лежит, и было бы идеально, если бы там, потому что когда ты приезжаешь в Лаишево, то есть открывается Камское море, это, можно сказать, Ривьера, шикарное место, но там пока ничего нет, и таких мест очень много, да, у нас можно в Нижнекамск по воде дойти, у нас можно, ну, куда дойти по воде, по большому счету, вот, но почему у нас только, мы слышим про Камское устье, почему у нас нет других районов, то есть нам тогда, может быть, как бы главом начать брать пример уже с Камской устью. Камское устье тоже здорово, но тоже недешево, вот, я не знаю, вы со мной согласитесь или не согласитесь, но... Там есть юридские пещеры, там, может, приночевать, там тепло. Ну, какие пещеры, здорово, прекрасно, дорогие друзья, едем все в пещеры. Нет, все-таки, как Александр, я думаю, это пожелание от всех людей, мы сможем привлечь огромное количество людей, если это будет более доступным, то есть вы будете заниматься развитием новых территорий, да, бас отдыха, было бы здорово, если бы это еще было равнозначно нашему кошельку. Коротко скажите, пожалуйста, вот, каковы риски все-таки людей, например, которые пойдут на то, чтобы реанимировать наш внутренний туризм, базы отдыха, заняться развитием вот этим? Есть же риски, вы их тоже обсуждали, да, с Рустамом Нургалевичем? Да, ну, эти риски, ну, всегда все индивидуально. Всегда есть в бизнесе. Правило, это связано с тем, что нужно определить точно правильно участок и не ошибиться с участком, с доступностью до этого участка, не ошибиться с производителями и модулями, которые человек будет ставить. Ну, естественно, просто очень правильно подготовить концепцию для того, чтобы минимизировать это. Я надеюсь, что это, избежать это позволит наша акселерационная программа, которую мы запустим в мае-июне этого года, и сможем с предпринимателями полноценно отработать, посмотрев вообще все российские кейсы, оценить то, как это сделали в регионах России, как формируются вообще эти уникальные концепции, и как они реализуются, пообщавшись все прямо с предпринимателями напрямую со всей России, мы сможем понять это. И плюс пройти весь этап формирования концепции корректно вместе со специалистами, для того, чтобы снять часть вопросов. Будем надеяться, что это поможет. Давайте посмотрим итоги нашего голосования. В нашей группе ВКонтакте «Тарстан-24» мы сегодня спрашивали, какой отдых предпочитаете вы? Большая часть людей, 34%, говорят о том, что море, 19% путешествия, 28% вот еще есть, это дача, 28% и 34%. Азамат, как вы прокомментируете? Ну, в России есть море и не одно, поэтому я думаю, что проблем с морем у нас нет. Что касается отдыха на даче, рек у нас много, озер тоже очень много, и в Татарстане этого добра хватает, поэтому ничем не хуже можно отдыхать. У меня дети замечательно отдыхают на нашем пляже, и им особо разницы нет, это море или нет. Главное, чтобы была компания, главное, чтобы были какие-то увлечения. Мы видим, как... Я помню, 6 лет назад Владимир из первых начал кататься на САПе, и рыбаки очень удивлялись человеку, который просто стоя по воде ходит. Вот, сейчас САП уже никого не удивляет, и этих локаций с САПами становится все больше и больше. Поэтому, пожалуйста, конечно, можно и на море, можно и на реке, можно и на озерах. А можно и остаться в Татарстане? А можно и поехать на экоферму? Как только появится больше мест для отдыха, я думаю, люди так и будут делать. Спасибо большое. Оксана Саргина, руководитель департамента, дирекция по развитию природных территорий, экотуризма, фонда, институт развития городов Республики Татарстан была у нас сегодня в гостях. Спасибо, Оксана, что нашли для нас время. Мы знаем, что у вас очень плотный график. И Азамат Сабиров, директор турагентства. Спасибо за отличную беседу. Спасибо. Это были главные новости. Адель Каламит, всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин